Добро пожаловать на канал Базартова. Канал с полными обзорами наших устройств, а также операционные системы Microsoft Windows. Добро пожаловать на канал Базартова. Тема нашего сегодняшнего обзора операционной системы. И сегодня я покажу Windows 3.1 для Сентральной и Восточной Европы. Эта версия является ничем не отличающейся, но, говорят, Windows 3.1, европейская версия, включает в себя кирейцу. Правда или неправда, но я лично пока не обнаружил. Запускаем нашу операционную систему. Как вот видите, рабочий стол, всё как обычно. Есть три версии. Это версия 1992 года. Потом ещё есть версия 1993 года. И третья версия Windows 3.1 для Сентральной и Восточной Европы. MSDN. То есть в 1993, то есть в 1994 году выпущены версии MSDN. Всё как обычно. Главное тут. Файл менеджер, панель управления, менеджер печати, буфер мена, MSDOS, настройка Windows, пиф-редактор, прочти меня, и поддержка 852. Давайте откроем сначала файл менеджер. Всё как обычно есть. Но сначала покажу. Тут свернуть. Тут развернуть во весь экран. И этим двойным нажатием закрывает программу. Открываем ещё раз. Всё, что есть в этой операционной системе. Даже конвентирование тут. Несколько языков. Тут Венгрия, Югославия. Всё, что есть. Ну и дальше. Как вы видите, всё работает прекрасно. Дискеты А, С, даже поддержат CD-драйвер. Но так как в DOS-буксе нету ничего подобного, это надо смонтировать ещё. Так. Мы уже о файл менеджерном поговорили, и теперь панель управления. Есть цвет, световая схема, есть три-тайп шрифты, также есть порты, мышь, рабочий стол, которым можно установить узоры на экране, и заставки, и на рабочий стол wallpaper. Это фоновый рисунок рабочего стола. Что-то я сегодня. Так, клавиатура есть. Принтеры. International. Список стран. Австрия, Австрия, Канада, English, Чехословакия, Германия, Венгрия, Ирландия, Польша, Словения, Тайвань, всё, что есть. Югославия, всё, что представлено. Дата, время, также есть настройка миди-синтезаторов, настройка 300-го шестого процессора, тут, список драйверов, аудио, а также звуки. Менеджер печати имеют, также имеется отображение буфер-обмена, который вы копировали. Есть MS-DOS, также имеется в Windows Setup, который можно менять дисплей, менять клавиатуру, менять мышь, менять сеть, но не интернет, конечно, а что-то типа подобное. Также установка программ и добавление и удоение компонентов Windows. Кому, собственно, нужно. Пиф-редактор имеет, также имеет почти меня, документ про Windows 3.1 for Central and Eastern Europe, а также поддержка до CP 852. Выбирайте страну, например, клавиатурам и патч-дос в файл. Потом нажимаете на старт, и все обновляется. но не буду обновлять. Вот. Асессор есть, там есть документ, это в write wordpath, который можно печатать документ, сохраняется в формате doc, все функции представлены. все, что вы хотите. Есть paintbrush, можно рисовать в формате BMP. Все как всегда. Image attribute, из которого можно менять разрешение экрана, рисунка. Paint, я уточню тут, здесь paint представлен не очень, то есть, когда вы делаете, например, о, сейчас придумаю какой-нибудь цвет, зелененький, то изображение урезается наполовину. с Windows A95, а также Chicago 189, тут paint хороший, а тут вообще фуфло. Также на Chicago 73. Так, терминал, который можно соединиться, например, с коммуникатором, со звонками, с модемом, можно сохранять, сохранять в формате TRM, сохранять данные, блокнот ни с чем не изменился в формате текста, все пишем, только кодировка ANSI, не Unicode, конечно. Recorder, это запись макросов, совершенно непонятно, это запись команд каких-то, картфайл, это запись карточек, например, с данными, индекс, это название карты, этой текущей карты, можно писать всякий текст, с помощью карт вы можете добавить, удаять, дубы, карты, сделать и автозвонок, если вы подключились к моделам, можно эти карты сохранять в формате кардем, можно несколько таких данных создавать, каренда есть с возможностью задач в формате кай, крекулятор, есть обычный, есть научный крекулятор, часы, есть часы цифровые, есть часы аналоговые, и это хорошо, упаковщик объектов, также есть таблица символов, их здесь несколько, медиаплеер, который может проигрывать аудиофайлы в формате WAV и MID, все остальное надо найти специальные программы, можно слушать музыку с удовольствием, также есть звукозапись в формате WAV, правда с ограничениями 60 секунд, что-то не очень приятно, согласитесь, до Windows XP, дальше свисты тут без ограничения, так, игры есть пасьянс, зачем нам розочка, лучше пляж, например, сапер имеет группа запуска, автозапуска, ну и все в принципе, больше рассказывать тут нечего, потом будет установка Windows 3.1 for Central and Eastern Europe, хочу сказать, что там ссылка внизу в описании, это когда я буду снимать установку Windows 3.1 for Central and Eastern Europe, там как раз в следующем видео ссылка внизу в описании, там будет три ссылки версии 1992 года, 1993 года и версии MSDN Какой итог, Windows 3.1 для Центральной и Восточной Европы ничем не отличается от оригинальной нул, добавлена одна функция апгрейдирования до 852, а также говорят добави поддержку крица, ну правда и неправда но я лично не обнаружил назову как обычный апгрейдированный для Европы подпишитесь на наш канал чтобы дальше получать наши новые обзоры всяких наших устройств также разборки и секретные фишки по поводу гаджета также операционной системы до свидания всего вам доброго на нашем канале спасибо за просмотр на нашем канале если у вас нету аккаунта и вы не хотите зарегистрироваться на ютуб тогда все наши видео обзоры полные обзоры на базар.тв вы можете увидеть на сайте www.bazar.divis.tv .tk .